всем привет у меня нет котвицкий значит что я хочу сказать сегодня видео про то как как собрать подготовить скажем так и надеть мотор колесо как подключить его контроллеру значит чтобы было понятнее это не о переспецовки а переспецовки я говорил ранее сейчас будет о нюансах которые могут быть при самой сборке которые если не учтешь то могут быть обломы как я уже говорил колеса мы сейчас берем всякие там ноунеймы там но не то чтобы не ноунеймы так но то из одного источника везутся то из другого так сейчас эти колеса пошли с европы которые нас на украине сейчас очень сами знаете война и не до не до торговли с китаями порты заблокированы все на свете вот и везут с европы здесь свои нюансы какие-то попадаются незнакомые если покупаешь в магазине где все комплектом продают так то то есть тебе уже собранный мотор колеса зачастую так с контроллерами своими с аккумуляторами своими то они обычно уже у них все подогнано у них то еще и гарантия на год хотя бы так дальше вижу все подобное только щелк щелк наден да покупаешь что-то такое то там то там то там могут возникать нюансы но вот сейчас мы возьмем это колесо положим и поближе будем смотреть какие могут возникать нюансы частности при сборке и заднего и переднего мотор колес так берем ближе и смотрим так вот например это колесо 450 ватные так значит потереть надо будет то все смазать это одно но вот здесь был такой нюанс что меня мне не понравилось когда я увидел вот оно пришло в комплекте и первой была вставлена вот эта втулочка смотрим здесь идет подшипник подшипник имеет внутреннюю внешнюю обойму например в этом это внешние обоймы почти не видно на там так аж чуть чуть дальше вот и что получается вот такая втулочка стоит эта втулка вот здесь стоит эта втулка и она если ее хорошенько придавить так а при закручивании она может давиться прилегает как раз по вот этому вот смазь и самого по сальнику так по сальнику подшипник подшипник неизвестно какой так но если втулочка упирается вот прямо в его пластик так вот этот сальник так вот то хоть бы это какого производителя там американского или какого был этот сальник она будет его придавливать так закрутится гайка зажмет вдавить его в эту втулочку ну а она вдавливает начинает шарики подшипника выдавливать туда уже вовнутрь вот и она может просто-напросто выплющиться и подшипник может полететь будь он европейский американский какой бы он не был хороший вот но если его давит это плохо я посмотрел на эти штуки и сразу себе взял две таких гаечки их пришлось раз но они-то на десятки рассчитаны мне диаметр их подошел падет чуть-чуть я только снял самые краешка с них чуть-чуть вот высверлил отверстие 12 куб вот и вот такую гайку и вот такую гайку здесь под этот диаметр вот они надеваются они полностью закрывают весь подшипник так они имеют достаточную толщину вот эти гайки вот эта гайка полностью закрывает всю поверхность подшипника упираясь и во внешний вот плотенько ставится упирается и во внешний его внутренний внутреннюю обойму закроет собой тот сальник и никакого упирания прямо в сальник уже происходить не будет вот а уже здесь можно поверх неё втулка это мне теперь ни к чему там уже поверх нее нужно закрутить вот еще одну пыль каечку чтобы она заняла место внутри но это это сейчас другое дело покажется значит показываю следующее на задних колесах но они обычно рассчитаны на шестер так значит опять же какой нюанс здесь восемь шестерен так или раз два три 4 5 6 7 7 она рассчитана на 8 шестеренок до 8 шестеренок поэтому если их надеть вот так они вдавливаются и начинают так сказать болтаться и сами они прилегают вот прям настолько близко так что здесь цепь будет просто дереть если цепь действительно наденется на последнюю шестерню она будет скрести по саму мотор колесу ничего хорошего от этого не будет это вот мы уже взял трубу из трубы вырезал вот такой вот кружочек втулочку так потом надеваем уже эти шестерни эти шестерни взялся этого колеса которые были куплены двушки они оказались как раз такими как надо обращаю внимание шестерни которые на резьбу накручиваются а есть вот на мотор колесах такие которые с вот такими ложбинками так они надеваются здесь идет втулочка а закручивается здесь только уже должно быть надето 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 здесь и тогда уже это закручивается так вот на эту резьбу посмотрел примерил наверное втулочку я сделал слишком толстую здесь она тонкая с этой стороны тонковатая значит что берем болгарочку или точильный круг стачиваем так чтобы она стала я краска как раз все впритык вот это все приходится кстати подгонять на ходу потому что если у вас сказано что колесо рассчитано на 8 шестерен значит покупайте сразу такую на 8 так а у меня она на 7 но не выбрасывать же мне не покупать новую она почти не изношена так довольно хорошая шимановская по-моему вот или какая она идет из европейских бэушных великов их бэушные часто служат дольше чем этот весь новый китай значит сейчас мы ее сточим и наденем чтобы она была уже не на только толстая и закрутим так обточил я втулочку стала на тоньше устанавливаем вторично наши звездочки и и и и и и более-менее здесь резьба изнутри так нет снаружи снаружи шлицы здесь изнутри все идет закручивается соответствующим ключиком это уже как и других велосипедах моделях так далее тут ничего особенного нет специфического чуть-чуть стянуть дальше цепью потянешь она еще сама до закрутиться все тут ничего особенного и так надели мы значит шестеренки убираем ключ вот и смотрим как дальше закручивать болты и так внутри там у нас есть определенное место значит теперь туда можно вставить втулочку теперь она там не помеха ставим эту втулку пусть теперь она себе там будет вот теперь еще можно закрутить вот такой вот эту гайку значит ее смысл в том что ее нет теперь закрутим еще одну гайку так ее стянем но затянем лишь чуть-чуть так как я говорил нам не надо вдавливать эту эту шайбу так нам не надо вдавливать задавливать наш подшипник поэтому делаем вот так этой стороны тоже гайка кидаем вот это же прикрутили все дальше мы ее не закручиваем дальше надеваем обычную вот эту гайку которую мы наденем на втулку вот ею закрутим это будет служить как контур гайка так ее закручивать дальше и дальше не надо чтобы не давить зря подшипник сюда аналогично здесь уже можно здесь можно было бы вот эту втулочку кинуть она чуть меньше диаметром тогда можно было бы надевать ключ прямо сквозь нее снимать но это ладно это нам не обязательно и так и часто она будет сниматься если надо открутиться тоже закручиваем так пропускаем вот этот переходничок все тем образом у нас подшипники не будут задавлены здесь есть место на цепь вот и гайка проводок и все теперь надо это дело надеть на велосипед это рассчитано на заднее колесо надеваем на заднее про переднее я расскажу там свои ой ой какие нюансы будем надевать часто бывает ситуация когда оказывается что ширина вот этой теперь втулки с этим 7 шире чем было на велосипеде до того значит чем было просто велосипедная только тогда вот эти вот заднюю вилку надо немножко растянуть немножко вот она не должно растягиваться очень сильно и тяжело потому что если сильно и тяжело то может и лопнуть всякие крепежи это делать аккуратно если прямо кажется что она очень узкая и такое легкое растягивание ничего не дает тогда нужно будет прогревать эти трубки и выгибать их по чуть-чуть но не рвать потому что всякие стыки могут просто полопаться вот прогревать и выгибать это если она по крайней мере железной с алюмининтом еще надо осторожнее так надеваем на какой-нибудь то так вставляться отказывается надо спустить спустить камеру пускаем спирается здесь вставляем теперь нам надо так провернуть провернуть тор колесо так чтобы обращая внимание что эти втулки они и они не идут круглые они идут имеют два среза нам надо так повернуть чтобы вот этот верхний срез куда загибается проводочек видите так чтобы он глядел вверх вот для этого взять какой-то совсем небольшой ключик или плоскогубцы берем за саму эту ось кустой или с той стороны вот я повторяюсь она не круглая вот она имеет верес где-то на десять или на двенадцать и ее поворачиваем то верес теперь смотрит вверх и мы должны этим этой плоской частью вставить сюда колесо но должно нам войти чуть-чуть пришлось растянуть но не сильно так чуть-чуть не клеится все поворачиваем оську и оно нам стало плохо правда плохо правда что здесь сами болты еще бы шайбочки не помешали у нас шайбочки еще больше придется растягивать значит пока что ставим колесо среднее и затягиваем так как есть чисто на болтах ну внешние болты имеют шляпку это само собой так закручиваем так затянули проводок будет идти вверху здесь мы его кверху пустим и потом поведем к контроллеру сейчас я немножко переверну еще несколько слов так вот она у нас стоит значит здесь я еще распускал тормоза чтобы они не мешали выемке съемки колес потом затянутся тормоза тормоза у меня обычные вибрейковские значит что дальше дальше идет вот такой купить проводок надо соединительный есть есть правда иногда колеса есть иногда колеса где проводок идет просто торчат три проводка это значит что у них только фазы а датчиков холла нет синусные контроллеры правда умудряются работать и без датчиков холла но конечно лучше когда все это есть а проводки которые бывают с двумя проводками то это вообще идут коллекторные двигатели то есть щеточные такие лучше даже не покупать потому что уже это прошлый век и и контроллеров под них нет и шумные ну и щетки там уже скорее всего если не бывшие стертые начисто короче это целая отдельная история значит здесь обычно есть стрелочка на этом и на этом соединитель если вы покупали отдельно двигатель тот этот соединитель тоже надо покупать отдельно его потом пускаем притягиваем хомутами где надо у меня вот здесь будет контроллер вот здесь будет стянуто хомутами здесь 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 по дороге и тут она войдет в контроле что касаемо контроллера в контроллере тут уже не важно такой фирмы сякой фирмы Сейчас ставлю поближе Или точнее Такой или всякой фирмы Но примерно Во всех есть вот такой вот Шестигнёздный Переходник В котором обычно подключено В нём обычно подключено только 5 проводков Шестого белого проводка нет В редких контроллерах они есть И редкие колёса это всё поддерживает Поэтому здесь может идти из этого Отдельным таким пучком Шесть тонких проводков Но нужны для подключения всё равно только 5 Хотя может у вас есть ещё этот белый проводок В вашем контроллере, смотрите сами И идёт три Так сказать фазных проводка Они соответствуют тоже Трем толстым проводкам на контроллере В данном случае Их придётся либо спаять Вот Спаять Но тогда Если вдруг что-то придётся переделывать Переставлять Пайка себя Придётся распаивать обратно Так Вот Поэтому Хорошо если есть Вот такие переходнички Я их сейчас использую Вот Подпаяю к этим трем фазным проводкам Вот И с этими проводками Они соответствующие имеют цвет Значит Сразу говорю Чёрный и красный Это проводка к аккумулятору То есть это провода питания Эти три Это называется фазные провода Они тоже более толстые Но они соответствуют цветам Зелёный Синий И желтый Они идут От мотор-колеса Вот в этом переходничке Так вот Я сейчас припаяю Значит Такие вот переходнички К этому всему И их Скручу просто Винтиками Четвёрками С гайками Так Чтобы если что Можно было раскрутить Отъединить Потому что бывает Приходится что-то отсоединять Перемудрять Переделывать Вот Если это бывает Какая-то просто Ну ерундовина там Ну мало ли Замазалось даже что-то Какой-то там посторонний проводочек Оторвался Его надо подпаять Вот И тебе чтобы снять контроллер Придётся отпаивать это всё То это довольно заморочно Проще припаять Вот такие переходнички Так Вот А там уже скрутить Скрутить уже этим Ну Винтиками Поэтому сейчас я так сделаю Это будет отдельная тема А сейчас смотрим Про подключение Значит Когда покупаете Когда покупаете Этот провод Сразу к нему Надо потребовать Фишку Так Фишка Которая будет Контачить Вот эти вот Все соединители Будут контачить Соответствующим Вот этим Так Пятипроводковым Или шестигнёздным Так Он только один Один вид имеет И тут его сложно С чем-то перепутать Вот Значит Нужно Соответствующую Фишку Которая будет С ним Контачить Можно даже Соединить И что Смотрим Вот эти проводки Имеют соответствующие Цвета Так значит Значит Смотрим Чёрный цвет Красный цвет Значит Здесь должен Вставиться Чёрный цвет Здесь должен Вставиться Через один Красный цвет Точно так же И делаем Они имеют Проводки Такую вот Это для совсем Новичков Такую вот Зазубринку Она Вставляется Так Одной стороной Эта Зазубринка Так что Она Защёлкивается В одном положении Если так Вставить Она вообще Не войдёт Если так Вставить Она войдёт Но не защёлкнется Только одно положение Там есть Которое Заходит И защёлкивается Смотрим Ещё раз Так Сверху Чёрный Сначала Чёрный Потом Красный Берём Этот чёрный Защёлкиваемся Берём Красный Вставляем Защёлкиваемся Так 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 Тоже Защёлкнулся Это под 5 вольт Плюс и минус Теперь Зелёный Жёлтый Синий Белый Обычно Ни к чему Смотрим Снизу Идёт Синий Так Ещё раз Проверили Так Синий Зелёный Жёлтый Вставляем В соответствующем Порядке Снизу Щёлк Синий Так Зелёный Жёлтый Щёлк Так Если вы купили У какого-то Производителя Который Всё вам шлёт Полный комплект Обычно Это всё подсоединено Если покупаете Сами Придётся делать Так Ну Белый Тоже Вставим Хоть он Ни к чему Но вставим Чтобы зря Не болтался Всё Уже у нас Так Только так Дёргать За провода Не надо Уже у нас По соответствующим Цветам Всё сходится Можем ещё раз Заглянуть Всё Когда мы Соединим Эту фишечку Вот И подсоединим Эти три фазных Провода Сейчас я к ним Перепаяю Проводнички К этим Трем Соответствующим К этим Трем Соответствующего Цвета Так У нас Уже будет Мотор-колесо Подсоединено И что хорошо Мы его подсоединим Вот Можно конечно И спаять Знаете ещё почему Потому что Здесь Отсоединяется Вот эту штуку Можно будет Отсоединять Только надо будет Хомуты Отщёлкивать По всей длине Вот Но тем не менее Сделаем Чтобы прикручивались Сейчас я припаяю Короже Паяльничком Переходники Вот И соединю Соответствующих Три переходника Дальнейшая Судьба Уже Ручки Других Переходников Контроллера Там Ключа Подсоединения К аккумулятору И так далее Это будет В следующем видео Вот Я сейчас Только ещё Досоединю То что Идёт От колеса И Расскажу Отдельно Про переднюю Вилку Так Уже на следующий День Показываю Значит Смотрите Скрутил 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 Сейчас Мы заодно И проверим Крутится ли оно Вот И покажу Что ещё На колесе Какие там Нюансы При Надевании Его Оказалось Ничего Пришлось Что доделать Вернёмся К нашим Колесу Да Я ещё Скажу Что с этим Колесом Пришлось Доделать Штука В том Что когда Надел Обнаружил Что все Эти шестерни Всё это Занимает Много Места Вот И что Получилось Что колесо Сместилось Влево Сместилось Влево Нацелось Сцеплять Здесь Здесь За левую Вилку Упёрлось В левый Тормоз Брейковский Вот Короче Пришлось Здесь Добавить Ещё Один Здесь Ещё Один Болтик Добавить Вот Внутри Так что Так сказать Чтобы оно Хоть чуть-чуть Сместилось Благодаря Дополнительному Болтику Болтик Гайку Правда Тонковатые Она Всё равно Ещё Не совсем По центру Идёт Но уже Терпимо Уже Не трёт Настолько Вот И Чуть-чуть Пришлось Этот Укоротить А этот Удлинить Тормоз Но уже Чуть-чуть На Втулку На Ось Так Вот Такой Вот Такой Момент Тут Ещё И Шестёрки Восьмёрочка Немножко Есть Её Надо Будет Исправлять Вот Но Это Уже Всё Подправится Итак Значит Что У нас Контроллер С датчиков Значит Фишка С датчиков Коло Подключена Так Силовые Провода Подключены Фазные Так Точнее Значит Соединяем Обратно Соединяем Обратно Совмещаем Стрелочки Наш Проводничок Вот Ручку Я уже Подключил Включаем Аккумулятор Оно Всё ещё Не подсоединено Не подвешено К велосипеду Поэтому Так Ну И Так Включаем Ручку И Надо будет смазать Немножко Короче Работает Всё Всё Мы рассмотрели Нюансы С мотором Как видите Там есть такие штуки Что Очень важные Можно Без подшипника Остаться Если не сделать Вот Рассмотрели Подключение Ручки Датчиков Хола Силовых проводов И так далее Установку Пожалуй Всё Так Что тут ещё О колесе Рассказывать Ага Отдельно Про передние С передним Колесом Хоть и нет Возни С шестернями Так Вот это Дополнительные Возни Но Передние Вилки Так Поскольку Задние Рассчитаны На толчок Вот такой В эту сторону И она Здесь Дропаут И спокойно Выдерживает Разве Что Какой-то Очень Мощный Двигатель Тогда Нажно Их Усилять Передних Нагрузка Вот так Идёт Идёт Поперек Вот этих Дропаутов И их Очень быстро Начинает Растягивать Здесь У меня Дропауты Доварены Сразу Металлическими Такими Пластинами Цельнометаллическими Пластинами Который Был вырезан Уже Вырезан Вот этот Язычок Именно Цельнометаллическая Оно Ещё Разбивается Движок Начинает Прокручиваться Вместе С осью Выкручивает Этот провод Выкручивает Выдирает Его Вырывается Причём Обычно Внутри Двигателя Где-то Или где-то Здесь В проводничке Короче Это капец Потом Сколько Мороки И Возник Короче Дропауты Нужно Сразу Усиливать Если Движки Не очень Мощные Там 250 350 Ват То Можно Надевать Продаются Такие Усилители Дропаутов Они такие Отсюда Они замкнутые Вот И тут Хомутом Стягивается На вилке Вот Если Движок Мощный Либо На нём Предпочит Даже На 350 Ват Будет Даваться На него Хороший Ток И езда Агрессивная С резкими Разгонами То Лучше Это дело Доварить И ещё Что я предпочитаю Вот это У меня Старая Вилка Потом Я купил Амортизаторную Вилку То Я Эти Дропауты На той Вилке Уже Что сейчас Я езжу Уже Три года Так Я этот Дропаут Сразу Заварил Левый Вот такой Перемычкой Заварил И усилил Само собой И заварил Его Надевать Колесо Стало Немножко Неудобно Его приходится Чуть Перекашивать В этой Вилке Сначала Вставлять Ось Левую Вставлять Вот так Сбоку Так А уже Правую Вставляем Нормально Снизу Через Перекос Левый Дропаут Заваренный Его Уже Раздолбить Невозможно Потому что В нем Приварена С этой Стороны Перемычка Которая Просто Не даст Разойтись Вот такая Хитрость Правый Уже Невозможно Заварить Оба Тогда Уже Не снимешь Раз И придется С Болгаркой Снимать Колесо Но Хотя бы Один Заваренный Он уже Не дает Этой Оси Прокручиваться А второму Тогда Тоже Легче Когда Ось Дропаут Либо Доваривать Либо Делают Еще Такие Дропаут Которые Вот здесь Прикручиваются На винты Тоже Ну Как бы Усиленные Но не свариваются С этими Прикручиваются На эти Два винтика Вот И В них Есть тоже Гнезда Чтобы можно было Прикручивать Там же Это все Для болотников Вот Гнезда У них есть Свои гнезда Еще Такие Есть Но На неусиленных Вилках Даже 250 ватный Мотор Он постепенно Постепенно Вилочку Разобьет А 350 ватный И выше Раздолбет Их Обязательно Нужно усиливать Ну Либо покупать Вилку С усиленными Дропаут Если такие Продаются Это такой Нюанс С передними Там нет Вознишествия Это проще Так Но Там есть Вот такая Заморока Вот Все По моему Насчет Этой темы Я уже Рассказал Все Так Отдельно Еще Надо будет Снять видео Про подключение Именно Вот этих Huawei Так Потому что С этими Иероглифами Что-то На них Написано Не разберешь Сниму Про подключение К Аккумулятору И всему Ручек И так далее На этих Контроллерах Так Вот И И Еще Сниму Отдельно Как Подсоединил Аккумулятор Как Подсоединил Контроллер Именно На самой Раме Потому что Для аккумулятора Я буду Поскольку Там Пластины Это Он не имеет Такой мощной Коробки И не состоит Из металлических Банок А это Пластины Все-таки Для пластин Я предпочитаю Сделать Металлический Короб Буду Делать Из Старого Советского Холодильника Так Нет У меня Вот Такой Жести Достаточно Толстой Крепкой Жести Сделать Из фаньяры Как-то Не хочется Некрасиво Вот Сделаю Металлический Короб И Покажу И будем Кататься Все С этой темой Все Надеюсь Был полезен Всем пока С вами был Леонид Котвицкий Продолжение следует...